Дорогие коллеги, вот теперь я включилась, давайте проверим звук, слышно ли меня сейчас вам, когда я начала говорить. Отлично, хорошо. Смотрю какая-то я взверошенная, ну ладно. Так, прекрасно, я очень рада вас видеть. Меня Мария Владимировна представила как эксперт по кислородной косметике. На самом деле я думала засмущаться, потом поняла, что 1 августа 2019 года ровно 20 лет, как я стала консультантом в компании «Фоберлик». И, вы знаете, с той поры жизнь моя действительно очень круто изменилась. И, наверное, мы уже все стали те, кто так давно с компанией, кто недавно, но, вы знаете, профессионально относятся к своей деятельности. Мы, конечно, уже все эксперты. Я сегодня подам как бы свое видение кислородной косметики. Мы обсуждали и решили, что очень важно научить людей. Спасибо большое. Очень важно научить людей, либо вспомнить тем, кто уже умеет это делать, как составлять программу. Потому что все равно мы с вами в первую очередь консультанты по красоте, консультанты по стилю жизни. И, конечно же, вот я тоже думала показываться сегодня, не показываться. Спасибо большое, Витя. Я очень рада тебя тут видеть. И вообще, коллеги, всех рада. И друзья, и если кто-то у нас из клиентов присоединился, из наших любимых покупателей, я очень рада и счастлива, что вы сегодня вкладываете час своего времени именно в это. Я не зря включила ролик этот с перфтораном. Я его нашла, он не очень хорошего качества, но я давно очень его использую в своей работе. Почему? Значит, что я стала замечать? Сейчас, тогда, когда мы начинали 20 лет назад, скажем, и сейчас две большие разницы. Сейчас более грамотные стали люди, да, более такие взыскательные. Есть даже версия, что сейчас не покупатели, а выбиратели. То есть люди выбирают из того, что им предложено, они выбирают, они профессионально выбирают. А продать им что-то нереально, если человек не решил, что он купит, это нереально. Раньше там время эмоциональных покупок безвратно уходит. Они еще встречаются, конечно, но если человек ценности не видит, он, естественно, покупать не будет. Я сегодня хочу, знаете, передать ценности, что ли, еще раз нашей косметике. Показать, какая она уникальная. Объяснить некоторые вопросы, может быть, которые возникают у многих людей. Вот я сталкиваюсь. И я постараюсь сейчас на них ответить. У меня большая к вам просьба, коллеги. Если у вас возникнут там какие-то по ходу дела вопросы, вкладочка «Вопросы» там есть, пожалуйста, туда добавляйте вопросики. У нас все время останется, я посмотрю. Но все, что я смогу ответить, я постараюсь ответить. Если какие-то вопросы вызовут у меня там затруднения, мы с вами, ну, как-то постараемся, постараюсь найти ответ. И отвечу каким-то другим образом. Можете мне в личку написать, например. Вот. Ну что, пожалуй, мы начнем. Я написала название нашей сегодняшней презентации именно так. Кислородная косметика первая и единственная в мире. Дело в том, что, как вы уже поняли, у нашего основного ингредиента, в Афтем или сейчас в Афтем, очень богатая история. Вот если это 80-е годы прошлого столетия, представляете, то есть это уже порядка 40 лет, что ли, да, мы с вами этому изобретению российских ученых уже 40 лет. Здесь рассказывалось в ролике о том, как он используется в профессиональной медицине, в медицине катастроф, в постановительной медицине. И, ну, ни слова не было сказано о том, что он используется в косметологии. А тем временем именно Соберлик запатентовал использование Афтема в косметологии. И сейчас уже на основе него создан новый Афтем. Это присоединенный оксид азота, за открытие которого, там, тоже в 80-х годах прошлого столетия американцам была присвоена, получена Нобелевская премия. Этот оксид азота активно используется тоже в медицине, в таком, например, препарате, как Виагра, в восстановительной медицине после инсультов и инфарктов. То есть это тоже препарат, который используется в медицине, и он сейчас на службе, благодаря Фоберлик и гениальности наших ученых, гениальности нашей лаборатории Фоберлик, он служит нам с вами. И мы с вами, простые женщины, рядовые, да, обычные, казалось бы, можем использовать прекрасный, ну, прекрасный, что ли, препарат, который нас с вами делает випами, что ли. Я вот, я искренне радуюсь и люблю нашу косметику, это правда. Я искренне восхищаюсь. Давайте немножко скажу, почему меня такое восхищение-то вызывает. Дело в том, что я закончила наш Новосибирский государственный педагогический университет. Моя специальность, естественно, ну, то есть, какой был факультет ЕГЭ, это, естественно, географические науки, да, мы изучали, то есть у нас была география и биология. Так вот, я была неправильной географ, казалось бы, у меня диплом по физиологии человека. И я очень честно проводила там разные опыты, измеряла разные результаты, изучала физиологию. Мы пять лет очень активно химию и физиологию изучали. Поэтому я, и поскольку у меня диплом со сложным названием именно по физиологии человека, да, я очень хорошо понимаю клеточные процессы, которые происходят, и постараюсь вам сегодня немножко, как Римма Валерьевна делает занимательную, дает косметологию, я сегодня тоже немножко занимательную такую биологию дам, для того, чтобы понимать, вот этих процессов шло. Постараюсь не сильно вас загрузить, но эти процессы, я действительно вижу их им глобально, и очень маленькие, что там в клетках происходит. И, вы знаете, каждый раз это вызывает у меня восторг, потому что действительно на таком уровне работать с органоидами, клетками, с частичками вот этими, это действительно очень высокий уровень технологий. Просто задумайтесь над этим. Ну вот представьте, то есть мы с вами не миллионы за косметику платим, да, но получаем высочайший технологичный продукт от самых лучших специалистов в России, не попоюсь этого слова. Вот, поэтому постараюсь вам этот восторг сегодня передать. И за 20 лет ничего с ним не случилось, моим восторгом, честное слово. Смотрите, здесь вот эта картинка показывает действия кислородной косметики, что, собственно, мы с вами видели и в ролике. Если кто-то ролик пропустил, вы, пожалуйста, напишите, я потом ссылочку на ролик дам, вы его посмотрите, потому что мне нравится, как там нарисовано действие, ну, как это происходит в крови. То есть приходит кислород, он взаимодействует с органоидами, они выделяют там свою энергию, и вот на этой энергии клетка восстанавливается, да, плюс микроэлементы, плюс питательные вещества, плюс стимулирующие вещества, и наша косметика дает прекрасный эффект. Обратите внимание, да. Значит, Фаберлик исповедует научный подход к рецептурам и к производству косметики. Мы используем ингредиенты только высочайшего качества, сотрудничаем с лучшими фирмами за рубежом, в том числе фирма БАС, которая станджает ингредиентами для выпуска косметики очень большие, ну, большие, вернее, все гиганты косметические, да, мировые, в том числе и Фаберлик. И многие ингредиенты в нашей косметике тоже запатентованы. Я сейчас не буду на этом останавливаться. Вы знаете, что у нас там больше 30 патентов, они все есть на сайте. Заходите, смотрите, изучайте. И сейчас нет никакой вообще проблемы что-либо положить в кремы. Надо это понимать. То есть в крем можно положить все, что угодно. Основная проблема, которая всегда стояла, стоит, и, наверное, еще долго будет стоять для тех, кто не имеет таких высоких технологичных технологий, да, как это все, все, что там, вот эта вся вкуснота, которая в креме имеется, чтобы это все попало в кожу. И самое основное вот дело – это все в кожу доставить. И мы имеем, правда, колоссальнейшее преимущество. У нас есть переносчик, кислородный переносчик, который присоединяет к себе липосомы, содержащие там разные полезные ингредиенты для клетки, да, и он несет это в глубокие слои кожи. И вот, пожалуй, это самое главное. И он кислородный, он молекулярный кислород присоединяет. Это очень важно, потому что нигде больше в мире молекулярный кислород не используется в косметических средствах именно как переносчик, как транспорт ингредиентов, полезных в глубину кожи. Мы постоянно занимаемся исследованием. Я несколько раз была на нашей пабрике, вот здесь вы видите картинку. Наверняка многие из вас тоже были, я смотрю, здесь такие именитые люди собрались тоже. И вы видели, как это все серьезно, да, как мы, как Фиберлик очень серьезно отходят и к оснащению пабрики, и к тому, и к подбору ингредиентов, и к подбору специалистов. Но самое главное не это. Самое главное, конечно же, то, что с какой любовью делается наша косметика. Это правда. Те, кто хоть когда-нибудь был на нашей пабрике, те видели с таким энтузиазмом, люди говорят о том, что они делают. И это всегда очень радует. Нас, директоров компании, консультанты, ну, по-моему, директора, конечно, там бывают, принимают всегда как дорогих гостей. Нас проводят под залом, нас проводят там по всем цехам, рассказывают нам с любовью о том, как это все происходит, какие процессы идут. И проникаешься очень глубоким уважением к тому и доверием к тому, что происходит. Поэтому, если кто-то не был, пожалуйста, я вам рекомендую, съездите на паблику, запишитесь на экскурсию, и вы получите массу, ну, мало того, что впечатлений, вы получите еще и такую уверенность в том, что вы делаете, что мы с вами все вместе делаем. Это бывает очень важно. Путь был у меня 20 лет очень долгий. И поверьте, процессы, которые происходят, да, по пути, они требуют иногда тоже какой-то перезагрузки. Так вот, экскурсия на фабрику, она всегда помогает мне вот так перезагрузиться. Ну, наша косметика, как я уже сказала, глубоко проникает в слои кожи, в глубокие слои кожи, и имеет не только косметический, но и оздоровительный эффект. Отдельное слово я бы хотела сказать о прекрасной женщине Римме Валерьевне Корнеевой. Это одна из лучших специалистов в мире. Это правда так. У нее учатся очень многие профессиональные косметологи, практически все ее в косметологическом мире знают. Она является одной из лучших специалистов по косметологии и, наверное, самым лучшим специалистам по токсикологии. Поэтому, когда очень часто, ну, бывает, встречаются вопросы, там, о нетоксичной ли креме, там, про пробены вопросы всегда возникают, Римма Валерьевна знает, что делать, понимаете, да, и у нас есть лучший специалист, который хорошо разбирается именно в токсикологии. Поэтому наши кремы не только эффективны, но и безопасны, и можете в этом не сомневаться. Я хочу, чтобы вы уверены, что мы тоже передавали своим замечательным клиентам. Вот. И у этого прекрасного человека мне посчастливилось учиться. Вот уже 20 лет мы периодически проходим курсы повышения квалификаций. А сейчас вышли два ролика на канале ТВ Фаберлик. Если вы их еще не смотрели, напишите, пожалуйста, мне в чате, кто уже посмотрел ролики по серии Блум и по серии АСИУ. Напишите, пожалуйста. Отлично. Потому что там Римма Валерьевна демонстрирует нам не только свое вот знание косметики, да, но и свой прекрасный внешний вид. И очень много интересных вещей наговорить там, да, про ингредиенты, из которых все это состоит. И более того, мы видим там прекрасный мастер-класс, как правильно этим пользоваться. Поэтому я сегодня тоже на этом устанавливаться не буду. Я уверена, что лучше, чем Римма Валерьевна, мне об этом не рассказать, это точно. Идем мы дальше. И я хочу напомнить вам, уважаемые коллеги, строение кожи. Что такое кожа наша? Да, это самый большой орган нашего организма. Кожа на самом деле занимает, да, всю поверхность тела. И где-то она занимает 16% или 11 кг веса нашего тела. Средство по уходу за кожей способно попасть в кровь через 26 секунд. То есть, представляете, мы время нанесли, а наш еще быстрее, да, происходит попадание в кровь. То есть так быстро кожа все это впитывает. Бывает, знаете, с клиентом общаешься, он наносит крем, видимо, да, наверное, там, и крем моментально впитывается, да, потому что кожи чего-то не хватает, и кожа вот это вот все забирает 26 секунд, и для этого нужно. Просто удивительный орган, самый большой орган нашего организма. Вот. Смотрите. Значит, самый первый слой, вот который вы здесь видите, да, это эпидермис, вот он обозначен. И все наши кремы работают на уровне эпидермиса. Дальше идет дерма, где кровеносные сосуды, коллагеновые волокна, эластановые волокна, подкожно-жировая плечатка тоже там, там сальные железы. И дальше идет уже, вернее, дерма, а потом дальше идет уже подкожно-жировая плечатка, где там наш пересловутый целлюлит, да, образуется и так далее. Вот так вот выглядит кожа. Значит, ну, как бы толщина кожи от 0,2 до 2 мм на пяточках, а 0,2 – это на веках. Теперь посмотрим, какие, напомним, значит, какие кожа выполняет функции. Защитная, дыхательная, выделительная, терморегуляторная, рецепторная, да, это означает, что благодаря коже мы понимаем горячо, холодно, то есть она нас спасает от многих бед, скажем так. Вот так она трудится на наше благо всю жизнь. Я всегда говорю, что лицо – это первое, что мы предъявляем этому миру. Понятно, что наше лицо, сегодня мы на нем больше остановимся, заслуживает самого лучшего, самого лучшего ухода, который может дать ей пуберлик, в том числе, можете скринить функции кожи. Не буду на них останавливаться, вы их всех читать умеете, наверняка вы это все уже прочитали. Если нужны какие-то вам пояснения, вы пишите, я поясню. Хорошо? Но по коже, мне кажется, все понятно. Поэтому, чтобы вот кожа нормально выполняла свои функции и плюс еще выглядела хорошо, что для нас совсем немаловажно, нам, конечно, надо за ней ухаживать, потому что это сложный орган, это орган, который все время в работе, который все время трудится, и повреждение этого органа может вообще иметь непонятно, какие последствия, не буду даже говорить об этом, вы сами понимаете, да. Поэтому кожа – это то, что надо беречь, и зачем ухаживать. Конечно, за всем организмом тоже, но за кожей обязательно тоже. И я считаю, что если женщина хорошо выглядит, если она ухоженная, это самый главный признак. Я как коуч часто работаю с девочками, с девушками, которые там замуж хотят, или еще что, значит, на женственности на своей работают. И первое, что мы прорабатываем всегда, это ухоженность, потому что вы можете не иметь много денег, вы можете не иметь возможности ходить к косметологу, благодаря косметике «Фудерлик», потому что вы каждый день будете ее наносить, вы будете выглядеть прекрасно ухоженным в любом возрасте. А это самое главное для женщины. Недорогая одежда, недорогие там какие-то аксессуары, а именно ухоженность. Поэтому это очень важно доносить до наших клиентов тоже, потому что, ну, к большому сожалению, хоть мир и изменился, очень многие женщины недостаточно хорошо к себе относятся, недостаточно себя любят. Мы с этим согласны. Конечно, уже много девочек, которые к себе относятся более трепетно, но я встречаю, к сожалению, очень много девушек, которые действительно мне не придают большого значения уходу. Пожалуйста, напишите плюсы, если вам встречались девушки, которые… Давайте так, если вам встречаются девушки, которые себя очень любят, тогда вы напишите пять. Если вдруг вам встречаются больше девушек, которые недостаточно себя любят, ну, недостаточно настолько, чтобы там тоник, маску, скраб брать, да, вот без вашего участия, то напишите один. Просто посмотрим. О, класс, везет вам, слушайте. Здорово. А ведь есть те, кто еще вводит… Да, Наташа, я вас понимаю, да. А ведь есть те, кому встречаются правильно, и те, и другие, конечно. И поскольку есть девочки, которые еще на один к себе относятся, у нас с вами работа непочатый край. Поэтому если кто-то говорит, что нам делать нечего, то не верьте, у нас еще работа непочатый край. И это только с лицом. Значит, здесь вот строение кожи показано более схематично, скажем так, вот, но более так детально еще. Для чего я это делаю? Вы поймете. Я буду рассказывать сейчас о том, как правильно подобрать программу. И вот очень часто, знаете, не хватает словарных запасов, особенно нашим начинающим консультантам, для того, чтобы объяснить, для чего нужен там молочко, тоник, еще что-то. Вот я бы пыталась схематично показать, чтобы было понятно. Более понятно, чтобы было. Так, вот эти самые роговые чешуйки, верхний слой эпидермиса, да, они как раз препятствуют проникновению любого крема. Любой крем, платином, любой дорогой, самый-самый дорогой крем или самый недорогой крем, он не попадет просто в нашу кожу, если не убрать вот эти роговые чешуйки. И эти роговые чешуйки, они убираются, извините, разным способом, вплоть до, ну, мы знаем, да, это и умывание ежедневное, и пилинг, и крабы. И вот как раз, ну, не борьба, скажем, а мягкое удаление этого рогового слоя при сохранении слоя гидролипидного, потому что сверху еще идет гидролипидная слоя, гидролипидная мантия или водно-жировая мантия, о сохранении которой пекутся все косметологи мира. В прошлом году, наверное, мы были на обучении, значит, у ведущего, у одного из косметологов, да, который работает с нашей кислородной косметикой, и она говорит, что новое веяние в косметологии, как бы оно и было, сейчас оно более просто гротесным стало, более таким направленным стало это движение, это сохранение гидролипидного слоя, то, что как раз делает наше молочко и наше тонненькое. Вот так выглядят эти роговые чешуйки, вот так их нужно слущивать, их нужно убирать, для того, чтобы вот эти клеточки, керотиноиды, кераноциты или керотиноиды, их еще называют, на разных стадиях, они получали достаточное количество ухода для себя. А вот те молодые керотиноциты, это те клетки, которые поднимаются наверх и становятся плотными. То есть понятно, что если клетка поднимается наверх медленно, то она уже теряет свою привлекательность и молодость, а и сверху кожа так себе выглядит, начинает стареть. А если этот процесс идет достаточно быстро, а он было 28 лет, 25 даже, говорят, лет идет у нас, ну, допустим, как мы раньше говорили, если 30 дней, то за 30 дней у нас кожа полностью обновляется. А потом начинается уменьшение вот этой скоростью обновления, скоростью регенерации кожи и восстановить вот эти регенеративные процессы кожи, чтобы она нормально функционировала как можно дольше. Это и есть задача любых косметических средств, кислородных в том числе. Почему наша косметика эффективна? Потому что она помимо питательных веществ еще глубокие слои кожи, прям вот эти молодые керотиноциты, прям доставляет все, что им нужно для их развития. Разделительная базальная мембрана и вот этот синенький слой, это клетки фибробласты, клетки, которые производят коллагены. Здесь же находятся коллагеновые волокна, и здесь же находятся матрас, круги матрас нашей кожи, как здесь написано, гликозаминовый гель, который позволяет нашей коже держаться. Вот эти волокна, значит, коллагеновые, ластановые, они не просто вот подвешены, они в этом геле находятся, вот так вот они выглядят, решетка коллагеновых волокон, да? И когда они начинают ослабевать, эти волокна кожи у нас тоже провисает, появляются морщины. Вот такой вот механизм, наверняка он вам всем известен, я просто вам об этом напомнила, а может быть кому-то будет новинкой, будет как бы, ну, повторением ощущения, как говорится. И коллаген, и эластан, вот знаете, я когда готовилась, обновляла все свои знания, нашла, что эластан сейчас у нас прекращает выделяться, прикиньте, то есть он прекращает синтезироваться в организме с 14 лет, можете себе представить. То есть с 14 лет наступает уже момент, когда человек начинает там стареть. И после 28 лет замедляется выработка коллагена. Очень часто задается мне вопрос, у вас так много косметики, так сложно сориентироваться, зачем столько? Вот зачем столько омолаживающих кремов, всяких разных? Я хочу просто вам напомнить, если, может быть, вы забыли, или, может быть, вы не знали, дело в том, что только коллагеновых волокон у нас, внимание, видов, 28 видов коллаген, 28 видов, которые поддерживают нашу кожу в нормальном состоянии. И представляете себе, что каждый фермент, каждый пептид, каждая там какая-то часть крема, каждый ингредиент крема работает по своей направленности. И вкупе это все дает прекрасный результат. 28 видов коллагена, поэтому, конечно, у нас будут кремы и для разглаживания, и для, значит, восстановления, и для регенерации, и для всего, ну, ничего, то есть большое разнообразие функций, которые кремы выполняют. Внизу есть жировые клетки, да, на которых тоже идет воздействие. Ну, вот, собственно, вот такая вот это состоит. Дерма, собственно, кожа, вот так вот она и выглядит. Пожалуйста, поставьте от 1 до 5, насколько вам интересно. Где 1, совсем неинтересно, там я вас пригрузила, а 5 вам интересно. Я тогда буду понимать, что я тут что-то говорю такое. Вас же нет, я говорю, ну, не вижу ваших глаз, мне это грустно. Ой, спасибо большое за щедрость, мои дорогие друзья. Спасибо. Вот, и, значит, тоже очень важно, я решила показать вам строение клеточки, напомнить тем, кто, может быть, забыл или не помнит биологию. Я обожаю, правда, эти клеточные процессы, ну, правда, их очень люблю. Я помню это все, вот эти вот все, там, не буду даже говорить, какие механизмы есть. Вот эта клеточка наша. Вот представьте, сколько мне, это самый простой, я выбрала рисунок еще. Если его взять в разрезе, там, вы удивитесь, это просто сложнейший организм. И когда Рима Валерьевна говорит, вот тот ингредиент приходит сюда, ты действует на это, тот ингредиент там на это действует. Посмотрите, пожалуйста, тут целое поле вообще для работы наших косметических средств. Тут есть и ядро само, которое тоже сложно имеет строение, ядрышко, ядро, оболочка, митохондрия, это наши энергетические центры, скажем так, рибосомы, которые тоже свой функцию выполняют. Ну, то есть видите, да, это строение клетки, на самом деле холопласты, это вроде я животную клетку делала, но неважно, то есть я сейчас про строение клетки вообще говорю, да. Вот обратите внимание на клеточную мембрану, она здесь очень сплошным таким нарисована, на самом деле, если ее рисовать, то клеточная мембрана, она состоит, знаете, как вот из штрих, таких вот, если линию штрихом нарисовать, коротенькую, с мелкими промежутками, то мембрана, она вот такая, то есть в ней есть поры, и именно в эти поры попадает наша косметика, когда ее на ВАФТЭМ приносит транспорт, да, он ее, значит, она выделяет определенные там ферменты, допустим, или, например, какие-то вещества, которые взаимодействуют с мембраной, она раскрывается и пропускается внутрь те вещества, которые клетка принесла. Это очень умный механизм. Ничего лишнего клетка для себя не возьмет, ничего лишнего кожи для себя не возьмет. Это предвосхищая вопрос, можно ли переборщить с нашей косметикой. Невозможно. Не переувлажнить, не переборщить, потому что клетка настолько умный организм, она как маленький человечек. Мне кажется, иногда даже наш организм умнее нас, потому что мы-то можем есть что угодно, да, что попало, а клетка вот этого делать не будет. Поэтому организм наш кормить, любить и колить или леять, это исключительно наша с вами задача, ну, в том числе и кремами. Так, я сейчас хочу еще сказать, сейчас очень большое значение, имеют пептиды. У нас много разных ингредиентов в клетках, да, но вот я решила остановиться на пептидах. Последние исследования, то есть пептиды, они достаточно так бурно исследуются, да, и достаточно много применяются в косметических спецах. Что такое пептиды? Я нашла вот такое простое объяснение. Я бы вам сказала, что это часть ДНК, то есть такое, ну, мне это просто нравится, я понимаю, как это все выглядит, но я нашла совсем простое объяснение. Это такие маленькие-маленькие молекулы, которые состоят из аминокислот. Аминокислоты составляют наше ДНК, чтобы вы так понимали, да. И вот разные аминокислоты, они, поскольку очень-очень маленькие, они легко в кожу пропускают, ну, проникают, да, и поскольку они похожи очень на настроение кожи, они это делают вообще беспределенно. Если молекулы большие, то это уже белки, то есть, по сути, это маленькие частички белка, это строительный материал для белков, да, маленькие кирпичики такие, вот. И, как я уже говорила, они такие своеобразные мессенджеры, они сообщают клетке, которые, ну, какую-то информацию, которая над своими рецепторами, а их клеток тоже много, распознает и дает команду тем органоидам клетки, да, которые, там, ну, стали хуже функционировать, либо нуждаются в том, чтобы их поддержали, да, о том, чтобы они начали функционировать лучше. И самый известный аппетит – это коллаген. Значит, ну, вот, собственно, такое объяснение аппетитам я даю, почему? Потому что у нас практически вся косметика, она сейчас спектридная, если вы заметили, наверное, за исключением только ботаники, да, и, по-моему, ботаники, что еще там у нас есть, по-моему, из спектридов, я сейчас не буду останавливаться на этом, посмотрите сами, да, вот, дальше двигаемся. Вот, я еще нашла одну хорошую новость. Все говорят, что генетика, генетика, генетика большую роль играет. На самом деле она играет какую-то роль, но не ведущую. И это хорошее новость, потому что качественный уход, хорошая еда, полноценный сон, дело, которым ты любишь заниматься, оно позволит нам с вами прожить долгую, счастливую и насыщенную жизнь, и еще сохранять в своем области красоту, что для нас с вами, конечно, очень важно, любой женщине, любой девушке, это важно, вот, даже моя бабушка говорит, ей 90, будет 91 год, она говорит, так, я что-то вот в зеркало не смотрелась, что-то я не доклилась, как плохо. То есть ей тоже хочется выглядеть хорошо, я смотрю, мне это очень радует, потому что, ну, это здорово. Так вот, мы с вами будем жить долго и счастливо, потому что, как раз вопрос старения, это вопрос внешней агрессии. И из этого, из этого вытекает следующее. Значит, мы можем научить с вами, научиться сами и научить наших дорогих клиентов доставлять эффективные программы. и я поделюсь некоторым опытом своей, ну, работе, своей работе с этим, потому что, ну, мне действительно нравится. В свое время, когда я начала заниматься средствами, косметическими, мне первый раз сделали полную программу, я настолько обалдела, я на следующий день позвонила Светлане, моему наставнику, Свете Морозову, дай его здоровья, и сказала, Света, Света, у меня такое происходит, она со всех ног ко мне прибежала, а я говорю, Света, посмотри на мое лицо, какое оно преобразившееся. Я такая была счастливая, а она так села на стуга и в ху. Я не пугалась, только я была восторжена от этого, но в восторгах от результата. И я даже немного завидую тем, кто еще не пользовался нашей косметикой, потому что, если грамотно составить программу, человек сразу же получит этот результат, а мы получим большое чувство удовлетворения. И, кстати, это чувство будет не только моральное, но и материальное тоже, потому что, чем больше людей будет пользоваться нашей косметикой, тем больше нас будет товарооборот, и тем больше чек. Так вот, первое, что нужно сделать, выяснить, какой результат хочет получить клиент. Я заметила, что очень многие, особенно начинающие наши замечательные консультанты, они стараются рассказать о своем восторге, о пользовании знакомств с косметикой по Берли. И вот это очень часто может послужить такой ошибкой на начальной стадии. То есть надо понять сначала, что человек хочет, что его забудет, потому что женщина, ну, она может не сформулировать даже свой запрос, вот ей кажется, что надо так, да, вот мне крем, там, дайте, крем, чтобы все разглазило, например, да, я так часто пишу. Мне вот такой крем, чтобы был лифтинг один, хорошо. Когда смотришь на кожу, понимаешь, что до лифтинга далеко нужно увлажнять, и вообще любая работа, она, ну, как бы, любая работа с кожей, на мой взгляд, начинается с очищения грамотного и, конечно, с увлажнения. То есть какой результат хочет получить клиент? Это прям алгоритм, можете его записывать. Значит, этапы ухода, мы с вами должны знать и понятно, что рассказать про каждый этап, чтобы человек понял его ценность для себя, чтобы он, я тоже часто очень встречаюсь, а тоник не надо, зачем им нужен этот тоник, говорят люди, и приходится им рассказывать о том, что такое гидролипидный слой, о том, что это увлажнение и так далее, и так далее. Поэтому если нужно более подробно здесь рассказать, вы напишите, я расскажу, да. Дальше. Выясните, что актуальное состояние кожи и ее тип. Вот здесь важно. Значит, мы когда начинали, да, и вообще, сколько я косметологией занимаюсь, всегда было важно, какой тип кожи, да, это нужно учитывать. Но сейчас, знаете, настолько все быстро меняется, что косметологи, как правило, вот классически неделя кожи, ну, сухую, там, нормальную, жирную, вядающую, там, они скорее смотрят на ее актуальное состояние кожи. Ну, понятно, что есть какие-то возрастные все равно моменты есть, но актуальное состояние кожи, это самое главное, что нам нужно определить. Может быть, человек и действительно, вот он, ему кажется, что она сухая кожа у него, да, а она всего лишь пересушенная, но она, допустим, комбинированная. Вот, потом и так далее. Значит, поэтому нужно выяснить актуальное состояние кожи. Знаете, я, по-моему, забыла сюда внести, да, девочки, я не внесла сюда тест на определение типа кожи. Смотрите, какой мы даем инструмент своим консультантам. Значит, есть типы на определение типа кожи, есть тесты на определение типа кожи, их очень много разных, вы можете погуглить, сами выбрать тот, который вам нужен. Вы мне просто потом как-то посигнайте, чтобы я этот тест, который мы даем, я просто могла вам выслать. Почему? Тогда человек, если, например, дистанционно с ним работаешь, нет возможности повидаться, она может сама этот тест пройти и уже какие-то правные точки вам дать. Ну, вы еще визуально, конечно, на нее посмотрите, на девушку и потом поможете ей выбрать то, что ей нужно. Ну, вот тест на определение актуального состояния кожи очень-очень важен. Дальше. Знаете, как правильно использовать наши продукты? Значит, про тоник, да, вот пишет мне, вот расскажите, значит, что такое тоник? Тоник заканчивает очистку. Во-первых, во-вторых, он увлажняет клетки, он напитывает их влагой, и клетка уже напитывается этой влагой, крема не возьмет больше, ну, возьмет меньше крема, ровно столько, сколько ей нужно. Если клетка, ну, во-первых, если взять еще просто представить, например, целопановый пакет наполненный водой, вот он наполненный, он такой взбитенький, он такой кругенький, если ты дырочку там сделать, вода начинает уходить, и вот этот пакет, он начинает уменьшаться и становится такой вот очень уже, такой какой-то вот весь уже, такой в машинах весь. Вот так же, то же самое происходит с нашей клеткой. Когда мы недостаточно даем влаги, она просто начинает усыхать клетка, и мы начинаем стареть. Так вот, тоник, он предотвращает вот это явление кожи и восстанавливает гидролипидный слой. Что такое гидролипидный слой? Я вот в своем ролике про маску, про молочко говорила об этом, который включала в начале. Гидролипидный слой, в котором, по идее, 99% всех микробов, болезнетворных, попадающих на нашу кожу, просто, ну, как, погибает, да, не просачивается внутрь. То есть, это еще такая защита очень мощная. Так вот, восстановление этого гидролипидного слоя наша с вами главная задача. Следовательно, я там, по-моему, сделала рисунок. Покажу вам, как это выглядит. Значит, по поводу составления программ. Мы раньше использовали, и сейчас мне тоже очень нравятся вот такие вот мордашки. Я знаю, что девочки на Дальнем Востоке тоже их использовали. Вот. И вот это вот такая, ну, мы их называли мордашки просто, но на самом деле эта схема нанесения кремов, она очень классная. Ее можно распечатать и на обратной стороне, либо уже сделать вот так, как книжечку, да, как вам удобно, написать этапы ухода и там же составлять человеку программу. Это очень здорово, потому что человек видит, во-первых, как ему используют эти кремы, как наносить. То, что я вот недавно была свидетелем того, как даже очень продвинутая девушка, она очень, там, блогер, она начала, значит, мы с ней вместе в бане были, в бассейне, и она, значит, крем начинает наносить, и я смотрю, она там с лавопаху намазывает как-то какими-то беспорядочными движениями, хотя она выглядит прекрасно, то есть она такая достаточно продвинутая. Я говорю, остановись, что ты делаешь. И тут же давай мастер-класс, как правильно наносить крем. Вот. И она была, ну, счастлива. Не знают наши девушки таких тонкостей. Бывают даже и самые продвинутые не знают. Наша с вами задача как компетентам по красоте этому их научить. Это наша с вами работа, собственно говоря. А следовательно, у нас есть работа прекрасная, особенно когда кризис, это прекрасно, когда есть работа. Согласны? Значит, вот такие вот схемы, которые можно дать клиенту и на следующей стороне сделать этапы ухода за кожей. Какие они есть? Смотрите, где-то пишут, есть пять ухода за кожей, где-то там еще что-то пишут. Мне, знаете, что больше всего импонирует? Я тоже, когда была на обучении косметолога в прошлом году, да, нам косметолог что сказала? Она сказала, что, ну, сейчас, как бы, такая тенденция косметологии и встала основных в три этапа. Это очищение, увлажнение и защита. Понятно, что есть и питание, понятно, что это никто должен отменять, но основные этапы, на которые вообще надо обращать внимание, это очищение, увлажнение и защита. Соответственно, существует еще дополнительный уход. Я предлагаю вам составлять программу как минимальный, продвинутый и вип уровень. Вы можете назвать это как хотите. Не буду маркетинговую придумать ход, название там своим программам. Я знаю, что вы очень творческие, очень профессиональные люди, а сейчас такие конфетки люди любят. Если хотите, как-то их удивительно удавить, там, программа принцесса, программа там королевна, да, или еще что-то. Ну, я просто фантазирую, да, но даю вам просто как такой опыт, да, свой, вы потом сами с этим... Значит, смотрите, я сделала что? Программу минимум. Значит, я не забыла я. Там у меня есть тоже очень рисунок такой показательный есть, где кожа здоровая, со здоровым липидным слоем, и где он, значит, где он нарушен, где вот эта вот влага куда-сюда испаряется, да, и вот там буквально вот так вот это все выглядит. То есть это кожа здоровая, это кожа, у которой где-то липидного слоя этого нет, и она такая разрушенная, знаете, как потрескавшаяся вся, потому что у нее структура прямо нарушена, потому что влага испаряется, ничто ее не задерживает, и, естественно, это все мешает клеткам функционировать нормально. вот, значит, программа минимум, значит, смотрите, я не стала расписывать программу Ботаника, Ботаника не стала расписывать программу Вербена, вы это сделаете сами по, скажем, по примеру, да, если вам это будет нужно. Я взяла программу минимум 2000 рублей, в принципе, это нормальная программа, это по каталогу, по цене каталога, я это выписала по действующему каталогу, обратите внимание, это все программа Оксиологи, наша базовая программа, кстати, знаете, чем базовые отличаются, например, программы от Фаберлик Эксперт, очень часто вопрос выдают, чем отличается Фаберлик Эксперт, как его можно использовать, на самом деле есть, значит, базовые программы, их можно использовать вне зависимости от типа кожи, вне зависимости от возраста, да, например, есть у нас там для всех типов кожи, вот программа, допустим, серия Оксиологи, да, Ботаника есть тоже, серия, можно использовать как базовую программу для сухой нормальной кожи, тоже, вот, если у нас там возникает момент, то какой-то вот, да, то ее тоже можно использовать, для комбинированной вряд ли, да, но вот именно для всех типов кожи это именно базовая программа. Дальше, вот я составила программу, я посчитала, сколько это в деньгах получается, 1992 по цене каталога, 92 рубля. Смотрите, вот вместо, допустим, там, по-моему, дневной крем и крем для век, здесь отдельно, а вообще в наборе они сейчас идут по 700 рублей, 699 рублей. Можно заменить дневной и крем для век набором, в принципе. а, нет, вот дневной крем и крем для век, а, сейчас он идет по акции, вот смотрите, 299 рублей, что-то, думаю, я смотрела, вот, а там есть еще набор, по-моему, там дневной для века ночной, вот они 700 рублей, то есть, когда нету акции, вот такой вот какой-то, да, где два крема можно купить дешевле, можно использовать набор. Так, как показать выгоду человеку? Значит, смотрите, 20 процентов, мы говорим, если еще, говорю, недороговато, хорошо, если вы хотите сэкономить, давайте оформить с вами дисконтную карту. Ну, мы так привыкли это говорить, давайте оформим скидку, давайте оформим дисконтную карту, вы получите 20 процентов скидки, ну, не знаю, как вы, я редко вот именно просчитывала это все, я благодарна вот этой ситуации моим сегодняшнему вебинару, где мне пришлось как бы подменить Елену Селиверского, да, вот, именно по этой теме, да, потому что там в командировку уехала. И я очень рада этому обстоятельству, я его использовала по полной программе. Значит, я все посчитала. И здесь получается, что минус 2, от 900, 1992, 20 процентов, получается 1593 рубля. Это вот та сумма, которую человек заплатит за свою косметику, если он присоединится к Берлину, станет привилегированным покупателем нашей продукции. И сто 149 рублей, я взяла, значит, среднюю сумму доставки по Сибири, да, значит, даже с доставкой у него 1742 рубля будет, экономия 250 рублей. Ну, когда мы говорим 250 рублей, мы, наверное, не очень как бы это представляем, но вот так вот взять в руки, да, вот соточка, вот 250 рублей, вот столько мы экономим. Это же классно, классно. Надо почаще в живые деньги в руках держать, низкарь, да, тогда понятно, они вот такие энергетичные, понятно, вот вы можете купить у меня, значит, на 250 рублей дороже, либо вот 250 рублей сэкономить. Как вы думаете, что человек выберет? Конечно, он выберет сэкономить, да, вот, плюс еще, он получит подарок за первый заказ, потому что он проходит по первому шагу, и получается 548 рублей еще в подарок, да, вот сколько стоит подарок, плюс бонусы по фаберет-клубу на хобби, да, их сейчас использовать нельзя, но они же можно накопить, в конце концов, и компенсировать доставку, как я всегда говорю. И выгодно только на первом этапе у человека 798 рублей. 798 рублей это уже почти тысяча, это уже почти тысяча, вот без 200 рублей, понимаете? То есть человек получает выгоду уже 700 рублей, ну, вообще, где в другом месте, он такие деньги вообще получит просто потому, что он сделал покупку. Просто какие-то нереальные условия у нас в Берлик дает. И очень хочется, чтобы мы эту ценность не теряли с вами. Вот эту ценность, вот это преимущество нашей компании действительно очень круто быть потребителем, быть клиентом нашей компании. Дальше. Кто со мной согласен, ставьте плюсы, я тогда буду понимать, что вы там все не спите. Дальше. Сейчас я хочу еще показать занимательную арифметику. Спасибо большое за отклик, очень рада, что не усыпила вас. Занимательная арифметика. Обратите внимание, нас раньше учили наши замечательные наставники, и как-то мы раньше все время этим пользовались, я вам потом еще убийственный аргумент скажу, напомните мне только. Вот занимательная арифметика получается. Смотрите, комплекс 1992 рубля, да, если человек у вас берет по клиентской цели, ну, бывают такие люди, говорят, ты мне лучше принеси, мне не надо. Ладно, отлично. Его примерно хватает, я очень-очень ну, так, очень-очень так близко, да, ну, очень-очень приблизительно, скажем так, написала, что на 90 дней, хватает, на самом деле даже и побольше хватает нашей косметики, ну, пусть это будет 90. Вот обратите внимание, если взять и разделить 1992 рубля на 90 дней с 22 рубля в 13 копеек, без комментариев, вообще просто без комментариев. А если он берет, человек берет даже с доставкой 1742 рубля на 90 дней, обратите внимание, 19 рублей 35 копеек. Если это разделить на утро и на вечер, то вообще меньше 10 рублей. Классный уход, ежедневный классный уход. И у меня просто слов нет на самом деле. Очень часто мы, ну, забываем, как это здорово, да, пользоваться такой косметикой за минимальную, за минимальную стоимость, за минимальные деньги, получать отличные результаты. Я вам расскажу, ну, как бы, это серия Oxiology, то, про что я вам говорила. Я не буду говорить, какие там сложнейшие технологии используются, кислородные дроны. Что такое дрон? Дрон это такая штука, которая, ну, летает, да, и что-то куда-то доставляет, либо понимает, как мы приняли, да, но дроны вообще, они используются косметологию. То есть, это вот настолько умная вещь, это маленькая частичка, которая имеет там, значит, четыре конца, на которых есть ингредиенты, которые позволяют этому дрону подходить к этой клетке, открывать, значит, эту клетку и проникать туда, приносить то, что ей нужно. Это умопомрачительная технология. Только подумайте вообще, только задумайтесь, на каком уровне. Это вот раньше говорили, блохо подковал левша. Так вот, на самом деле, сейчас это даже круче, чем подковать блохо. Это, честное слово, это просто вот такие процессы, которые даже умом себе сложно представить. А это все происходит в нашем организме благодаря косметике Поберлин. И я, в общем, этот восторг правда не, ну, он у меня правда не перестает быть. Спасибо вот этой ситуации за то, что я сегодня могу этим восторгом поделиться и снова его в себе там возродить, потому что это очень помогает в работе, чтобы не замыливались глаза у нас. Знаете, а то новый сайт и все такое, там куча всяких разных моментов по этому поводу. Я вам скажу, как предприниматель со стажем, имеющий опыт и в традиционном бизнесе тоже, вообще никто в традиционном бизнесе мечтать о таких подарках. Новый сайт, маркетинг, слида, даже не может даже и помечтать, потому что это бешеные деньги. Ни один предприниматель себе этого позволить не может, сразу вам говорю, поэтому надо радоваться, изучать то, что нам дают и пользоваться этим, вот наряду с нашей чудесной косметикой. Но это было велическое отступление. Вот продвинутая программа, то, что я составила сегодня, значит, опять же, готовясь к этому мероприятию, где-то на 3 500 продвинутая программа, на самом деле девушки, которые за собой ухаживают, и наша задача вообще человеку показать разницу продвинутой программы и программы минимум. Минимум программы позволяет привести лицо в порядок, а продвинутая программа позволяет уже решить какие-то вопросы, которые актуальны для себя. Вот здесь, например, я сделала ее на основе платины и пролексир. Смотрите, почему я взяла молочко платины, потому что он сейчас 45% скидки, он там у нас как пенка в Xiology, там 10 рублей разница, конечно, лучше взять платины и человеку подсказать, потому что это молочко уровень другой, у него там ингредиенты другие, это молочко оно изначально прямо уже сразу уходовое как будто, то есть оно очищает и в то же время оно ухаживает, насыщает кожу активными ингредиентами и меняет ее внешний вид сразу. Обратите внимание, что из серии пролексир, мицеллярная вода и ночной крем сейчас тоже со скидкой до 499 рублей все вместе. Мицеллярку обязательно нужно использовать для того, чтобы снимать загрязнение, снимать макияж. То есть сначала мицеллярной водой умываемся не умываемся даже, а спонжем убираем все тональные средства кремы тональные и помаду тоже. А потом уже начинаем умываться молочком, причем наносим его на тупую кожу, массируем и потом только смываем, можем спонжем смывать до чистого спонжа. То есть если нужно сделать три раза, делайте три раза. Если это четыре раза нужно сделать, делайте четыре раза. Это не только молочком плачевым, это любым очищающим средством нужно делать, ну, наверное, за исключением только серии ICU, потому что там своя история использования. Итого, в этой программе у нас получается 3491. Двигаемся. Что у нас тут получается? Выгодная арифметика. Я снова взяла калькуляторы, вот в своем телефоне и все это все посчитала. Вы тоже можете это сделать на примере любой программы. Значит, это 20%, посмотрите, пожалуйста, какая сумма. в общем, выгода получается 550 рублей и плюс еще, ну, если человек там 20% скидки получает. А если это наш с вами, да, программа, то получается, что мы с вами 26%, ну, я 20% посчитала. Если вы еще VIP, да, там, то у вас еще там есть возможность дорогие продукты взять еще с большей скидки, тогда еще больше скидка получается. Знаете, очень важно начать считать деньги, потому что, ну, 20%, что такое 20%, вы же понимаете, да, а вот когда мы, например, человеку говорим, вот прикинь, ты берешь эту программу, а вот столько, вот столько, у тебя будет своя выгода. То есть, по сути, человек не 3-400 заплатит за это, да, а всего 2-300, потому что он еще подарок при этом получит. Вот живые деньги, которые собственно, может хоть их, значит, хоть использовать на косметику в дальнейшем, хоть взять порошок и пятна выводить, хоть себе забрать, хоть продать, вот они живые деньги, которые сейчас получат, говорят, понимаете, да, и очень часто вот мы на это забываем сделать упор, вот, ну, я, например, бывали у меня моменты, когда я вот прямо на это делала упор, а в последнее время что-то я тоже как-то вот замылился глаз у меня, да, и я вот как бы тоже перестала вот именно считать. Напишите, пожалуйста, мне, кто вот тоже перестал считать, и может быть, сейчас вот той подачи, которую я сейчас вам говорю, может быть, вы снова начнете это делать. Я буду очень рада, если вы там как-то мне посигналите. Ой, замечательно, спасибо большое. мы продолжим. Вот, девочки, начинайте считать деньги, это очень полезно. Вообще, знаете, считание денег, как бы пересчет денег, он, говорят, очень хорошо, это очень хорошее упражнение для пальцев, для психики, для настроения. Хорошая тема. Вот, поэтому я вот думаю, как новичок вообще зачет. это, наверное, очень высокая акценка. Спасибо большое. Вот, значит, девочки, занимательная арифметика. Смотрите, какой удивленный парень у нас тут. Я тоже так же удивилась, когда посчитала. Вот, если мы эту чудесную программу просто возьмем и поделим на 90 дней, получается, что нам наша красота обойдется всего лишь 38 рублей 78 рублей. Булка хлеба. Булка хлеба, девочки. Даже вот, ну, хлеб даже не надо кушать иногда так много. Вот, а если мы еще и со скидкой это посчитаем, то вообще 32 рубля 67 копеек. Обалдеть, какие деньги. Но просто обалдеть, какие деньги. И все это происходит, ну, это мы можем этим пользоваться прямо сейчас. Ничего не нужно для этого. У нас все для этого есть. Может быть, есть каталог и есть калькулятор. Все. Телефон. Все. Показывайте людям, говорите об этом. Любой нормальный человек, особенно тот, который говорит, а вы, я в кризисе, ничего не знаю, там, чего делать, как быть. Да начинаешь считать свои деньги. 38 рублей, вы красотка. и все. Причем не самые такие дешевые средства, не самые доступные. И надо девочек этому учить, потому что любовь к себе, она, знаете, вот я сейчас очень много занимаюсь вопросами как бы денежных, ну, роста денежных как бы потолков своих, да, финансовых вещей. и где бы я чего куда не полезла, везде написано экономия на себе ведет к бедности, экономия на себе ведет к бедности. Понятно, что это нужно, ну, как-то к себе применить, как-то нужно понять, да, что где эта грань между расточительством и как бы вкладыванием в себя, да, ну, этому нужно научиться, вот это и есть момент управления деньгами, учить людей на таких простых примерах, с деньгами взаимодействовать. Пожалуйста, 38 рублей 7, 8 копеек любая женщина может себе покупать любая я. И я еще вам не сказала главный аргумент. Теперь ВИП-программа. Есть такие дамы, которые пользуются только ВИП-продукцией. У меня лично очень много таких подруг, они, конечно, сейчас мне уже говорят, ну, неси все, что ты считаешь нужно внести, подумай, посмотри, что я там, вспомнишь, что ты мне приносила, и неси на свое усмотрение. Я говорю, хорошо, у тебя сумма какая-то волнует. Ну, одна там, например, она может сказать, да, тысячи на три, другая там, да, сколько принесешь, да, давай, неси. и, по сути, я вот, я вот тоже, это еще тоже не очень, как бы, это тоже очень достаточно, ну, простая программа, вот все, что только нужно, немножко другого уровня просто. А если сюда еще эксперт нести, если сюда еще внести, там, программу АБЦ Пилинг, которую я обязательно тоже всем рекомендую, вот, то получится совершенно, ну, другой результат, еще более ошеломительный, потому что один только поход к косметологу, ну, вы знаете, да, не меньше там, сейчас тысяч, две тысячи, один только поход к косметологу, и он, это, конечно, здорово, когда каждому, женщину может тебе это позволить, но если вы посчитаете экономику и поймете, что, например, там, допустим, наши женские вот эти вещи, там, допустим, маникюр, педикюр, эпиляция, если кто-то реснички делает, там, бровки делает, да, плюс, это все порядка десяти тысяч выходит, плюс еще, если сюда добавить косметолога и массаж, там, раз в полгода, это прям хорошие деньги, которые мы себя вкладываем, не все женщины могут себе это позволить, поэтому им нужно помогать, помогать вот такими программами, которые смешат, да, своей стоимостью, если ее так вот растянуть на, ну, раскидать на 90 дней, которые мы этими программами пользуемся, вот, собственно, 6, 379, я сделала это на основе серии ICU, все, что вот гидрофильное масло, пенка, все, что не подписано, это все серия ICU, маска, бьюти лап, я сюда добавила, и гаммаж из серии Аксиологи, дело в том, что в ICU, вы знаете, сейчас нет никакого, там, для глубокого очищения, хотя Римма Валерьевна в своем выступлении говорит о том, что этого вроде бы как бы и достаточно, то, что там пенка, гидрофильное масло, потом пенка, она говорит, на мой взгляд, этого и достаточно, но корейства нет, поэтому будет еще какой-то крем-сказка, ждите, смотрите, в ближайшие каталоги, он должен появиться в ближайших каталогах каких-то, вот, будет еще глубокое очищение, поскольку здесь достаточно, ну, такое глубокое воздействие именно с точки зрения очищения, я сюда добавила гаммаж, он достаточно, ну, скажем так, щадящий, да, для кожи, поэтому вы его тоже можете использовать, дирать или два в неделю, рекомендовать нашим клиентам, серии осиу, ну, я бы стала так делать, пилинг, может быть, и нет, хотя, надо пробовать, все надо пробовать, я такую средневную дала очень программу, вот, и маску Бьюти Лаб, я тоже сюда записала, потому, ой, не посчитала, правда, 149 на 3, может, все множество под рукой, не посчитала, но в стоимости я включила ее сюда полностью, забыла посчитать, там 450 получается, буквально, да, и серию для век я включила за платином, потому что в осиуле нет серии для век, и для шеи декольте, потому что серия для шеи декольте, вернее, век, крем для шеи декольте, он чем хорош, он, у нас кожа вот здесь, вот она очень тонкая, она практически такая же, как на веках, и, вот, самый, как бы, такой момент, что на коже рук, вот здесь, и на шее, никаких пластических операций даже не делают, потому что там не из чего, не брать эту кожу, не натягивать некуда, поэтому тщательный уход за кожей век, я в своем ролике тоже там показывала, что здесь вот где-то лицо у женщины заканчивается, да, поэтому базовые серии, если это для нормальной тухой кожи, или просто для всех типов кожи, вы тоже можете это все, ну, как бы, наносить и ухаживать, но если есть возможность купить отдельно крем для шеи декольте, пожалуйста, это сделайте, это очень важно. Наташа, спасибо, 447 рублей, 3 маски Бьюти Лап, отлично, вот это все включено в эту программу, спасибо большое. Выгодная арифметика, смотрите, она тоже на самом деле очень выгодна, чем больше человек заказывает себе, чем дороже получается у него программа, тем больше у него выгода, вот по сути, еще тут 300 рублей надо, я не доложила, но представьте себе, тысяча, и еще 300 рублей, и еще 600, почти 700 рублей, то есть почти 2000 человек получает выгоду. ребят, это реально, ну, просто, вот ты на себя подумаешь, отдала ты 5000 в магазине, да, и тебе раз, так, вернули, тысяча, 700. они говорят, да, может быть, скидка будет, или там 5%, мы и то радуемся, мы и то эти карты себе насохраняли на телефон, да, и то приходим, там, 5-6% все равно делают, я вот стою там в гаражанке, или там в каком-то другом магазине, все используют карты, все скидочные карты, но большинство людей этой картой пользуют, понимаете, а мы с вами, вот, живые деньги, ну вот, пошли вы к клиенту, который для вас важен, ну, возьмите с тобой деньги, скажи, вот эту сумму ты получишь, вот это ты заплатишь, а вот это тебе вернется в качестве подарка, как вы считаете, ты на человека подействуешь? Уверена, что да, можете проэкспериментировать, вот, занимательная арифметика, которая меня тоже очень заняла и порадовалась сегодня, вот такая виповская программа, если вы зайдете в любой магазин, в «Золотой яблоко», в «Литуаль», там, куда угодно, в какой-то магазин, в любой магазин, вы увидите, что кремы, там есть, конечно, разные, мастмаркет и все такое, но если кремы какие-то с историей, с именем, они стоят там от полутора и выше, и для того, чтобы создать, вот, получить именно, сделать программу, вам ни один консультант этого сделать не поможет, я не знаю, может быть, что-то сейчас изменилось, надо мне сходить снова на разведку, но когда у нас выходила серия, не помню, какая-то серия, антиреч, ну, какая-то была серия, и я подумала, что наши консультанты, я, наверное, не очень там, отстала, наверное, от жизни, пойду-ка я схожу, посмотрю, как в магазинах это происходит, ну, вот, я вот, знаете, я вам скажу, беру я крем, там одной марки, он 6 тысяч стоит, и мне девочка-продавец, сказать про него вообще не может ни слова, от слова совсем не может, я говорю, чего там, пептиды какие, чего, куда они действуют, она не читает мелким шрифтом, что там написано на этой баночке, я говорю, спасибо, я грамотно, я прочитала, вы мне скажите, какой механизм этого крема, она убежала, с вылупленными глазами, извините за такое выражение, прибежала к какой-то другой девочке, и там ей тоже сказать ничего не может, я ухожу и понимаю, что, собственно, мы с вами, консультанты, фуберли, это люди, которые действительно, ну, как бы, стараются, учатся и учатся, и, ну, как бы, прогрессируют в этом, и это очень здорово, потому что нам компания все время подкидывает какие-то новые задачи, это рост, это движение, это жизнь, я не на всех консультантов, так говорю, спасибо, потому что, например, в «Золотом яблоке» очень грамотные люди работают сейчас, то есть, этим оно выгодно отличается, например, от других каких-то магазинов, да, и возможно, что уже там улучшилась с этим ситуация, но вот по большому счету, крем за 6 тысяч рублей мне не продали, то есть, и никто даже не пытался этого сделать, понимаете, потому что, ну, вот так, вот так вот, да, ну, я, конечно, наверняка бы его не взяла, потому что у нас, у нас будет примерно такого же действия, но, сами понимаете, наши цены, да, даже самый дорогой там крем, тысячу рублей у нас стоит, например, это я вам привела просто пример, что нам есть с чем работать, и нам есть, что людям показать и рассказать, вот, смотрите, я показываю вам, опять же, уходовую косметику ВИП, программу ВИП, это здесь 70 рублей, и если со скидкой, то 58 рублей 35 копеек, по-моему, без комментариев, если бы можно было аплодировать, я уверена, что вы бы сейчас аплодировали, значит, я уже заканчиваю, я скажу, что у нас есть еще прекрасная вещь, такая, диаденос косма называется, это вообще домашний косметолог, косметолог в домашних условиях, если вы любите продавать, и если вы отличный продавец, вы можете диаденос вот этот использовать, и продавать его, потому что там хорошая маржа, с него идет, там, по-моему, две с половиной тысячи, мы зарабатываем с него сейчас, да, две-триста, по-моему, если 20 центов, ну, у него 20 есть, да, вот, и вот такой вот еще набор для ухода за кожей лицами, это тоже такой набор, который, вот у меня есть девушка, я не знаю, здесь или нет, вот она очень делает мастер-классы с девочками, и вот таким вот прибором тоже пользуется, этот приборчик позволяет в домашних условиях совершать там аппаратные косметологические процедуры, и очень хорошо за кожей ухаживать, и стоит он всего 99, юсту 99 рублей, это тоже по цене каталога, он сейчас, кстати, есть, он был в прошлом периоде со скитой, уважаемые коллеги, уважаемые друзья, у меня, собственно говоря, все, я сейчас включу музыку, и вкладки маску заменить в космос, значит, это надо, наверное, ну, в обратную связь, я думаю, а если девочки, коллеги из ДНС есть, напишите, пожалуйста, ответ, если вы знаете, я так думаю, что, наверное, придется его отсылать туда, в Екатеринбург, вот, у меня все, в общем-то, если есть вопросы, запишите, вот вкладка вопроса, она активная на самом деле, тестирование кожи, значит, я здесь сейчас вам не, ее не вышлю, давайте как-то через Марию Владимировну, что ли, я ей тогда отправлю, значит, смотрите, у меня тест очень простой, вы можете его погуглить и найти вообще в интернете, на просторах интернета, тест, там есть разные тесты, ну, если Мари вас интересует, я вам, конечно же, его вышлю. У меня, коллеги, все, я включу сейчас ролик, чтобы вы потанцевали, спасибо вам большое за внимание, спасибо за то, что вы учитесь, беспрерывно повышаете свою квалификацию, я вам желаю любить себя и баловать, и я вам желаю удачных, эффективных продаж, чтобы мы с вами были не только консультантами по красоте, моих крови, действительно, мы несли вот это гордое звание красивых женщин, женственных и удивительных и успешных. До свидания.